очень душно вот так вот мы фотографируем делаем наши наши видео и всякие разные заставки на на видео да красотка и красотка ты красотка конечно красотка скажу кто же красивее чем я здесь да да мамина прелесть на мамина прелесть апреле есть весь диван шерсти это такая красивая шерсть это даже украшение любого дивана кстати говоря шерсть животных украшение любого дивана домой жарко жарко тебе где твоя игрушка где твоя новая игрушка маняш купила ей мишку нового очередного где наша игрушка пошла смотри где твоя мишка мишка где мишка твой и твой новый мишка новый мишка у моники новая игрушка внесла такая потешно дусик пришел так куда там моня дай дусику пройти дусик тоже новая игрушка вернее маня что это такое дусику нет прохода смешные смешные потешные животные все убежал дусик от тебя спрятался неси мишку сюда мой неси мишку сюда неси все игрушки сносят под диван там у нее все все игрушки под диваном лежат если ты пришел уже в прохладу да ты приехал прохладное место пришел так я уже с утра на собирала помидорок такой вот у нас сегодняшний урожай они разные конечно домашние они не совсем красивые но зато домашние хочу их закрыть вернее законсервировать в бочку у меня бочки нет такой большой 20 литровая ведерко заквасить заквасить помидорок еще доме там у меня большая миска поэтому самое красивое отберу заквашу и спущу в погреб эти эти оставлю может быть на салат самое красивое более-менее нужно будет заквасить маняшка неси мишку неси перемыла я свои помидоры нарвала хрен нарвала укроп все подготовила и буду сейчас заквашивать свои помидоры буду делать по рецепту много лет квасим помидоры разными способами но этот способ самый вкусный можете заскринить или я внизу под видео напишу рецепты кстати я сегодня буду делать помидоры квасить и засаливать в банку два рецепта я буду делать самыми быстрыми способами а это рецепт бочковых огурцов тоже кстати очень удачный и еще самое главное я использую ведро для пищевых продуктов это пищевое ведро такой пищевой большой контейнер на дно ведра я укладываю целые листья хрена ничего не режу не мельчу целые листья и укладываю помидоры помыла и отобрала самое более менее симпатичное черные пятнышки я их оставляю ничего страшного не будет помидоры у меня здесь разные и розовые и красные мелкие крупные моника пришла помогать в общем всякие разные помидоры я укладываю ведро первый слой помидоров я уложу потом сверху буду укладывать укроп чеснок и все по порядку вообще для засолки по этому рецепту можно использовать как зеленоватые бурые помидоры последние знаете осенние помидоры которые уже не успеют вызреть также можно использовать и такие как у меня спелые помидоры красные сочные но розовые и красные смысле спелые помидоры после первого слоя помидор я укладываю укроп тоже целой веточкой зимой когда помидорки достаете очень удобно сразу целую веточку убрать из ведра и ничего не плавает в рассоле не это больше нравится ну а там смотрите как хотите можете порезать укроп чеснок у меня крупные зубки поэтому я его порезала на два раза на три раза и у меня горький перец я семена не вытаскивала горький перец прямо с семенами и все теперь сверху опять слой помидоров и самый верхний слой будем закрывать листиком хрена вот у меня остался немножечко чеснока его сверху так разбросала и сверху все уложу листиком хрена потом это ведерко мы спустим в подвал чтобы легче и удобнее было его спускать и я сделаю в отдельном ведре 10 литров рассола сюда как раз войдет 10 литров рассола и уже рассол мы будем заливать в самом подвале чтобы ничего не разлить ничего не расплескать прямо там в подвале мы зальем рассолом закроем крышкой и все и он будет стоять ну до осени до глубокой до зимы когда нам понадобится тогда мы и будем открывать вообще по этому рецепту помидоры стоят очень долго не плесневают сверху не образуется такая белая пленка а по вкусу они как настоящие бочковые помидоры а это второй рецепт помидоров засолки помидоров и их порезала уже меленько это те помидоры которые не совсем красивые не совсем такие презентабельные я их порезала подготовила чеснок горький перец петрушку у меня небольшой пучок петрушки в принципе мне хватит на 4 килограмма помидор и так вот рецепт если хотите можете отскринить его но я его напишу внизу под видео этот рецепт делается для зеленых помидор осенних самых последних которые уже не успевают вызреть но я делаю по этому рецепту и красные спелые помидоры мне по рецепту необходимо значит уже выдавила чеснок горький перец порезала петрушку порезала немножечко мне не хватило места в миске я помидоры отложила в банке ничего страшного я сейчас добавлю в общую в общее количество сахар соль и все сколько мне необходимо а потом смешаю с уксусом девяти процентным все делаю по рецепту поэтому вам для начала необходимо взвесить свои помидоры у меня 4 килограмма помидор поэтому я все уже отмерила из расчета на мой вес помидор на мои 4 килограмма помидор это самый простой рецепт банки стерилизовать не нужно все перемешала и разложила по баночкам у меня из 4 килограмм помидор получилось 5 литровых банок закрываю я обычной чистой капроновой крышкой ни одной рукой не удобно вот таким вот образом я все закрыла стерилизовать ничего не нужно в таком холодном виде я это все отправлю в подвал до момента когда мне понадобится это все можно есть прямо сейчас все уже готово а можно через месяц а можно в декабре или на следующий год все прекрасно стоит а можно хранить кстати в холодильнике крышечки немножечко вздулись но это так и нужно тут произойдет небольшой процесс квашения и это тот рецепт помидор который с каждой неделей хранение в холодильнике или в подвале становится только лучше и вкуснее а с жареной картошечкой зимними вечерами самое оно и осталось что-нибудь приготовить на обед сегодня мы сделаем копченые крылышки закоптим крылышки вот такие вот они у меня крупненькие большие я уже их промыла просушила и теперь хочу добавить специи для шашлыка паприку и соль и моника прибежала помощница специи я покупаю специализированном магазине а на развес поэтому вот вот такие вот они у меня я не люблю там кориандр поэтому специи у меня без кориандра соль и паприка все очень просто быстро главное чтобы не было лишние влаги для копчения для копчения лишняя влага на крылышках не нужно все перемешаем и готово ничего не нужно мариновать прямо сразу и будем коптить буквально две минуты сейчас как раз огонь огонь разожгли сейчас все перемешаю и будем коптить вот такая вот паприка не копченая обыкновенная паприка и кстати для копчения мариновать не нужно только крылышки все остальное нужно мариновать моника красавица жарко на улице невыносимо вывесила белье сушить за секунду все наверное высохла а я нашла градусник потому что у меня градусник только до отметки 50 а на улице у нас гораздо больше чем 50 вот такой вот градусники нашла которые показывают отметку до 100 вот и скорее всего для каких-то жидкостей для измерения но это принципе не важно но и сейчас как мы видим 55 54 градуса на солнце вот такая вот у нас жара хотя в тени не легче 54 градуса у нас запорожье вот такая вот аномальная жара как мне вам показать чтобы камера сфокусировала хочу померить в бачке в огороде у нас баки для воды полил поливочная хочу померить этим радусником воду марсичка тебе жарко тебе пополивали тут асфальт растопили наш чудо мангал будем коптить жара стоит а мы собрались коптить процесс идет два часа дня надо было вечером это сделать 37 градусов вода как хорошо сейчас покупаться хотя бы в днепре 37 градусов вода прохладная вода в тенечке конечно 30 градусов прохладном бачке нашел прохладное местечко под виноградом в дом сколько забираю не хочет а вот под кустом ему хорошо да ду секу феликс мудрее он доме спит он голубий покормить все влезли засекай время когда нагреется потом все убираем ой какой солнцепёк красиво красиво сочная красивая кокеля хотела еще жарить все до часа за голову сейчас сделал детва при этом на буду тоже сделать мне больше так умывается я сегодня помидоры консервирую ты обед делаешь моника верный друг мишка что-то такое на улице красная это красный фон вечер у нас это без 15 9 уже солнышко садится и такой на улице фон розово-оранжевый это наверное закат это наверное наш закат а над нами туча это никак не фокусит над нами розово-оранжевое облако что это значит какая-то радиация а я тут снимаю розово-оранжевые облака красиво конечно сила и непонятно розовое облако и там тоже розовое облако на видео оно белое но на самом деле оно розоватое может химические какие-то облака а я тут наслаждаюсь облаками домой не снимаю облака надо прятаться надо прятаться уже устали бояться и прятаться и и и и и